В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. В центре внимания качество бензина. Общественники провели рейд по городским заправкам. Без нарушений не обошлось. Какие недостатки выявили на Владимирских АЗС, расскажет Алексей Домнин. Экзамен на качество общественники устроили сегодня городским заправкам. Каждую проверять будут по нескольким показателям. В первую очередь активисты проводят тест на недолив. В мерник из бензоколонки заливают 10 литров бензина и по шкале смотрят, сколько на самом деле. Вот эта колонка бьет как положено. Здесь покупателям переживать не стоит. Здесь наливают как надо. За один день с проверками общественники посетили три заправки Владимира. По итогам первого этапа проверки все заправки успешно прошли тест на недолив в пределах погрешности, отмечает Александр Пронякин. У автолюбителей к владимирским заправкам претензий тоже нет. Не жалуются ни на недолив, ни на качество бензина. Вот я заправляю здесь постоянно. Ну, пока жалоб нет. Машина едет, едет, не стучит, не гремит, тянет. А вот результаты проверок говорят о том, что к выбору топлива владимирцам нужно подходить внимательнее. В ходе рейда была выявлена станция, на которой бензин явно разбавляют. Тест на разбавленное топливо простой. Чтобы определить качество бензина, достаточно просто добавить в колбу с топливом воду. Смешали. Должна получиться одна часть воды, одна часть бензина. То есть должно у нас получиться 250 миллилитров воды, 250 миллилитров бензина. Что мы видим? 300 миллилитров. Что воды стало больше, а бензина стало меньше. Следующий шаг – проверка на октановое число, от которого зависят эксплуатационные свойства топлива, динамические и другие характеристики автомобиля. Если это 92-й бензин, то и октановое число должно быть таким же. Одна из заправок города этих правил не соблюдает и с тестом не справилась. А ведь качество топлива, рассказывают активисты, залог долголетия автомобиля. Порой от качества бензина может зависеть чья-то жизнь. В самом там таком мягком варианте – это поломка автомобиля. А если это скорая помощь, которая заправилась некачественным топливом и везет тяжелобольного, нуждающегося в срочной госпитализации, вдруг из-за поломки двигателей не доезжает. Результаты проверок будут переданы соответствующим надзорным органам, рассказывает общественный. Если при проверке ведомств проблемы снова вскроются, недобросовестным владельцам автозаправок может грозить штраф от 500 тысяч рублей. Проводить такие экзамены на Владимирских заправках активисты намерены продолжать и дальше. Алексей Домнин, Александр Машаров, 6 канал. В 2019 году все социальные обязательства перед жителями области будут выполнены. Депутаты ЗАГС Собрания утвердили бюджет региона на следующий год во втором чтении. Главный финансовый документ по оценкам властей – социальный и предполагает увеличение расходов по всем бюджетным направлениям. Правда, устроил он не всех депутатов. Кто выступил против, расскажет Оксана Любимова. Доходы областного бюджета в следующем году составят 61 миллиард 700 миллионов рублей. Расходы – 63 миллиарда 800 миллионов. Дефицит чуть больше 2 миллиардов. Таковы основные параметры главного финансового документа региона на 2019 год. Большую часть областной казны, почти 70%, потратит на социалку. Причем расходы на образование, медицину, культуру и дорожное строительство будут больше, чем в этом году. Однако голосовать за утверждение бюджета отказалась вся фракция КПРФ. В частности, коммунистов не устроило, что они не успели внести некоторые поправки и что в бюджете не нашли отражения просьбы муниципалитетов передать обязательства по выплате зарплат младших воспитателей в детских садах на уровень области. А это сотни миллионов рублей, которые ежегодно ложатся именно на муниципальные бюджеты. Уже не только главы, не только общественность заявляет о том, что необходимо пересматривать межбюджетные отношения и поставить точку как раз-таки в спорах, чьи же полномочия – субъекта или муниципалитета. Необходимость скорейшего решения этого вопроса поддерживает большинство депутатского корпуса. Но по мнению представителей всех остальных политических партий, это не повод голосовать против принятия бюджета и ставить под удар выполнение социальных обязательств перед населением. Бюджет у нас все-таки социальный, социальные расходы повышены. И если вы изучите бюджеты других регионов, это не везде так. Где-то очень сильно снижены именно социальные расходы. Поэтому наш бюджет выглядит очень хорошо по сравнению с другими, несмотря на то, что он дотационный. Мы понимаем, что еще будет время на корректировки данного бюджета. И поэтому мы этот законопроект поддерживаем в любом случае, поскольку мы должны стоять на страже интересов жителей Владимирской области. При рассмотрении бюджета у нас было большое количество, много возможностей внесения самых различных поправок. Поправок у нас внесено 113. И никто наших депутатов не ограничивал. Понятно, что многие депутаты у нас неопытные и просто не знают, как это сделать. У нас есть аппарат, поэтому мы готовы помогать каждому депутату вносить любые поправки. И много этих поправок внесено. Внесенные поправки касаются увеличения финансирования социальной сферы. В основном участие области в национальных проектах. С 1 января 2019 на 5% будут проиндексированы социальные выплаты льготникам. За счет бюджетных средств во Владимирской области все школы получат деньги на установку систем безопасности. Построят еще 4 новые школы и больше десятка фельдшерско-акушерских пунктов. И субсидии муниципалитетам на дороге также увеличены больше, чем на 70 миллионов. Дотации муниципалитетам увеличены больше, чем на 300 миллионов этими поправками. Таким образом муниципалитеты получат больше средств. Все социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Мало того, на мой взгляд, есть положительная динамика в плане финансирования тех сфер, которые это в первую очередь требует. Уже в начале следующего года законодательное собрание намерено вернуться к обсуждению вопроса, кто же должен платить зарплату сотрудникам детских садов. Изучать передачу полномочий по финансированию оплаты труда младших воспитателей. На региональный уровень будет специальная рабочая группа из депутатов и представителей муниципалитетов и администрации области. Оксана Любимова, Егор Хребко, 6 канал. Кто получит новые квартиры? В областной администрации прошло совещание по программе переселения из аварийного фонда. Его провел в РИО замгубернатор Александр Байер. По официальным данным, Владимирская область выполнила программу переселения на 70%. Почему не дотянули до 100? Подробности далее. На расселение аварийного жилья в этом году потратили 181 миллион рублей. Эти и новые квартиры людям выдали в 23 муниципальных образованиях. Но с программой справиться удалось всего на 70%. Максимально планировали и каждый год пытаемся реализовать программу в 100% объеме. И с учетом экономии уже перераспределять средства. Последнее перераспределение у нас было в сентябре. И сегодня, которые остатки есть, например, аукцион не состоялся, мы понимаем, что уже сегодня в декабре ничего не сделаешь и придется просто эти деньги возвращать. Расселить аварийный дом задача непростая требование. К новым квартирам для жильцов строгие. Выделить жилплощадь им должны в новостройках, которые не старше 5 лет. А такие многоэтажки есть не в каждом городе региона. В Собинке из этой ситуации вышли с помощью поэтапного финансирования. Новый многоквартирный дом для собственников аварийного жилья построили в две ступени. Подъезд за подъездом. Дом введен в эксплуатацию. Оставшиеся две секции и два подъезда 11 декабря 2018 года. Планируем, что к концу следующей недели мы получим квартиру уже, ну, будем оформлять собственность квартиры. При строительстве дома особых проблем у нас не было. Это выявлено, так скажем, застройщиками, постоянно находились в контакте. В следующем году в области стартует новая региональная программа обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда. Схемы ее работы пока уточняются, но уже известно, что одним из нововведений станет отсутствие в программе домов блокированной застройки. То есть малоэтажных домов, в которых у каждой квартиры свой выход на улицу. Расселение таких зданий ляжет на плечи муниципалитетов. Средства заместитель губернатора Александр Байер попросил заложить заранее. Именно в первых лицах органов местного управления прошу участия в постановке самого процесса, соответственно, вот этого самого федерального проекта. То есть это важно. Других денег не будет и очень важно это пока от себя не отпускать. Когда организуете эту работу, ну, тогда уже там, соответственно, наверное, профильный зам будет взаимодействовать с департаментом ЖКХ. Еще одна тема, которой необходимо проработать – расселение погорельцев. Войдут ли в эту программу жители домов, уничтоженных огнем, будут уточнять в Минстрое. Валерия Саенко, Константин Миронов, Артем Горчуков. Шестой канал. Помогают делами. Во Владимире подвели итоги года волонтера. Его объявил президент России. В нашем регионе десятки добровольческих организаций, в которые входят люди разного возраста. Кем гордится область, расскажет Маргарита Махрова. В свои 72 года Валентина Васильевна не привыкла сидеть без дела. Несколько лет назад уже на пенсии она решила, что вполне может помогать людям и стала серебряным волонтером. Вместе с единомышленниками, чей возраст от 50 и старше, она участвует в спортивных и патриотических мероприятиях, общается с молодежью. А еще активистка помогает семьям с детьми в качестве бабушки на час. Хожу к мальчику, он инвалид. С ним общаюсь, читаю, занимаюсь. Он уже в третий класс у меня ходит. Как говорится, не лежишь, а работаешь. Идешь, знаешь, что тебе надо куда-то идти, кому-то что-то помогать. 2018 год был объявлен президентом страны годом волонтера. Сегодня губернатор области Владимир Сипягин лично поблагодарил самых активных добровольцев региона. И отметил, что особенно важно в современном мире помогать пожилым людям, в том числе и в освоении новых технологий. Это наша благодарность тем, кто подарил нам наше настоящее и будущее, чтобы они могли пользоваться возможностями прогресса. А это очень важно, потому что так, как развивается страна, так, как развивается мир, в это время никогда так не было. Наступает эпоха цифровизации. Кроме грамот и благодарственных писем от областной администрации, в этом году впервые вручили премию доброволец Владимирской области. Ее получили 10 активистов из разных объединений региона, которые внесли наибольший вклад в развитие волонтерского движения. В их числе Ирина Лапанова, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Добровольцы проводят для взрослых и маленьких жителей области акции, посвященные здоровому образу жизни, помогают младшему медицинскому персоналу в больницах. В год волонтера мы почувствовали интерес к нам, возрос интерес к нам, да, и ребята это оценили. И все же говорят, что труд волонтера, вот он бесплатный, волонтерам нужна иногда и похвала. К слову, специально в год волонтера на шестом канале стартовал новый проект «Кто, если не мы?». В каждом выпуске мы рассказываем о работе волонтерского объединения или организации и конкретных людях, для которых не существует чужих проблем. Они учатся, работают, воспитывают детей и при этом находят время, чтобы помочь и поддержать тех, кто в этом нуждается. И все это не ради денег или славы. Мы готовы рассказать и показать, как это, для того, чтобы сделать немножечко легче, немножечко теплее, немножечко отраднее жизнь тех детей, которые находятся в социальных учреждениях. Мне хотелось бы сказать, кто, если не мы. Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации. Оставайтесь с Рэншистым каналом. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Багеттермометров покажут минус 8, минус 10 градусов по Цельсию. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Такого во Владимире еще не было. Алиса в Зазеркалье на льду. Ледовое шоу мирового уровня для всей семьи. 7 января. Ледовый дворец Полярис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова